Меня постоянно просят рассказать, с чего я начинала, показать мои первые работы, рассказать о сложностях, с которыми мы сталкивались в работе, в развитии нашего бизнеса текущего. Три года назад мы сняли такое небольшое видео, мы просто ехали в машине домой с работы и вот так вот его записали чуть ли не на видеорегистратор. И там мы рассказали вкратце, что там было, где я училась, какую-то вот такую ерунду. И это видео собрало очень много просмотров и очень много постоянно после него сыпется мне в личку писем, ну как бы сообщения о том, что, а давай продолжение, ты что, обещала, давай, давай. И вот наконец-то мы созрели. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Нельзя сказать, что я создатель сети студии перманентного макияжа, потому что, в общем-то, это мой супруг, вот Дмитрий Нечаев, создатель сети студии перманентного макияжа, сети школ, я преподаватель, я мастер. А вместе мы все эти годы работали, создавали то, что у нас есть. В этом году нашей студии исполняется 9 лет, и мы решили снять мини-сериал из 10 серий. Первая серия расскажет о том, что было до того, как студия появилась. И 9 серий, это, собственно говоря, с 2011 по 2020 год. Серии будут выходить, предположительно, каждую неделю. И обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы не потерять ни одной. И, Лена, пожалуйста, начинай. Я постоянно в своих эфирах, да и в некоторых видео рассказываю, кто я, что я и как я к этому пришла. Но, предположим, что это видео многие смотрят вообще первый раз, не знают, кто я такая. И я расскажу о себе. Я художник профессиональный, у меня два образования, средний, специальный и высший, оба они художественные. То есть я прям профессиональный преподаватель живописи и рисунка. Ну, должна быть, никогда этим не занималась. Но, как оказалось, это мне пригодилось. И я профессиональный преподаватель перманентного макияжа уже много лет. Я родилась в городе Волгодонск, это Ростовская область. Можно сказать, я в нем ни разу в жизни не была, потому что там, по-моему, мне было месяц, когда мы переехали в город Грозный, где родился и вырос мой папа. И там уже прошло все мое детство. Переехали мы из Грозного прямо вот перед началом войны. То есть мы застали въезду на танков, там, сожжение улиц, воровство людей, вот эту всю жесть. И прямо вот уехали вовремя, можно сказать. Хотя могли бы и раньше, тогда бы меньше потеряли. Переехали мы с голой жопой, что называется. В Россию не получилось переехать, потому что, ну, я не знаю, мы могли переехать только в картонную коробку куда-нибудь. А получилось, что семья чеченцев уехала в Грозный, а мы уехали в Казахстан. Город Шевченко, сейчас он называется Актау, как бы поменялись квартирами. Я не знаю, что с ними стало. Я видела по телевизору этот район, этот дом разрушен, где мы жили раньше. Я надеюсь, они хотя бы живы в лучшем случае. Но мы переехали в Казахстан, и там осели на долгих 15 лет. Там я закончила колледж искусств. Жила я в чудесном городе, как мне казалось, он был самый лучший на свете, потому что буквально я выходила из дома и оказывалась сразу на море. Это побережье Каспийского моря. Я обожаю море, я гуляла там, не знаю, часами напролет. Это просто моя любовь, жить на берегу моря. Я хочу жить на берегу моря, когда состарюсь. Или веду. Короче, я закончила школу, поступила в колледж, в колледж искусств на бюджет. Поступала два года в него. Не потому что я бездарь, я была лучшей на курсе, а потому что, как мне сказали мои преподаватели, мы должны нести культуру в степь. И сказали, пошла вон, не прошла. И, как оказалось, на первом курсе, на который я поступала и не поступила, зато поступило сразу два сына моего преподавателя по живописи. Так вот, подвинули. Это была такая большая травма. Целый год я работала, работала в медсанчасти санитаркой, короче, драила полы. Это был какой-то ужасный период в моей жизни. Я видела, это было кардиологическое деление, и я видела очень много смертей, казалось бы, да, но человек, который боится призраков, зомби и всего прочего, за этот год, что я работала вот в этом отделении, я дошла до того, что могла лечь спать под утро в палате, где только что умер человек, его отвезли в морг, и я ложилась спать, потому что я, наверное, это защитная какая-то реакция, наверное, была. Там умерло несколько людей, с которыми я очень подружилась. Это были такие возрастные пенсионеры, можно сказать, они таскали мне книжки. Просто дело в том, что люди лежали месяцами реально, то есть они лежали там по 2, 3, 4, 5 недель, потом выписывались, через неделю возвращались снова в это отделение, и мы дружили, потому что я была такая хорошенькая маленькая девочка, которая там драила полы, они все ко мне очень хорошо относились, пророчили великое будущее, я думала, где оно, что оно. И тогда я мечтала быть врачом, это моя такая голубая мечта, которая не осуществилась. Я пересмотрела все на свете медицинские сериалы, когда ночью плохо моему ребенку или у мужа болит голова, он мне говорит, что мне выпить. Я такая вспоминаю, короче, лечу всех, как могу по сериалам. Короче, знаете как, на врача мне поступить было не суждено, потому что именно в год, когда я закончила школу, нам объявили всем, что больше бесплатного образования нету. А так как мы были крайне нищая семья с тремя детьми, беженцы из Грозного, у которых просто, не знаю, по нескольку дней нечего было дома есть. В колледже искусств, это чуть ли не единственное учебное заведение в городе, потому что город небольшой, там 200 тысяч, по-моему, населения, это был единственный колледж, в который можно было поступить бесплатно. А так как я всегда рисовала хорошо, у меня просто не было никаких других возможностей, все остальное было платно. На врача это было платно настолько много и дорого, что, ну, я даже не мечтала туда поступить, потому что, ну, не было таких денег у семьи, а работая санитаркой, почему-то в какой-то момент я думала, что если я мою полы, то мне какие-то льготы дойдут при поступлении, что-то мне кто-то начесал, я поверила. Наверное, это было просто, блин, маленькое, дурное. Короче, я поступила на бюджетное отделение, естественно, я продолжила работать, потому что краски, кисточки, я не знаю, если кто-то среди вас есть художник, то вы понимаете, насколько дорого учиться в отделении живопись, потому что краски, холсты, кисточки, это все стоило очень дорого, нам ничего этого никто не давал. Но из нашего курса я была самая обеспеченная кисточками, я покупала себе самые дорогие кисточки, у меня были самые полные палитры красок. Ну, для этого я работала по ночам. Начала работать официанткой, барменом. Шлюхой. Для этого я работала по ночам. Я работала официанткой, у меня, не знаю, лопались пятки от того, что я так много бегала, чтобы больше заработать. Я еще умудрялась ходить на дискотеки. Короче, где это время, когда сон вообще в принципе не нужная вещь. То есть весь день я очно училась по 8 часов, у нас пары были, мы рисовали. Потом я пару часов спала, шла на работу, работала часов до 3-4 ночи, до 6 утра я плясала, потом я приходила еще час-два спала. Короче, вот такая у меня была очень насыщенная, бессонная, несколько летняя жизнь. Я закончила отделение свое, одно из лучших на курсе. Ну, я действительно очень хорошо рисовала. Я понимаю, что вот эта бесконечная практика, я тогда еще это поняла. Сейчас я это говорю своим студентам, просто бесконечная практика, она приведет вас к вершинам мастерства. Последний раз я брала в руки кисточку и рисовала портрет, наверное, даже не 9, а 10 лет назад, перед тем, как я начала работать мастером перманентного макияжа. Я полностью забросила это дело. И сейчас, мне кажется, я уже даже и не художник, но зато я брови рисую хорошо. Портрет не нарисую, брови нарисую хорошо на нем. Вот. Окончание моего обучения ждал мой папа, который все потерял в Грозном, потом боялся все потерять, вообще остаться с голой жопой в Казахстане, потому что там начались такие вот, знаете, не волнения, а какие-то настроения, вы русские валите к себе, там вот это вот. Не все, конечно, потому что у меня остались друзья, казахи, с которыми я до сих пор дружу и общаюсь, но было много случаев, когда ты прям чувствовал, что ты вообще не у себя дома находишься. И мой папа ждал, когда я закончу обучение, чтобы собраться и свалить в Россию. Я поступила учиться в Ставрополь, и мое высшее образование я закончила в Ставрополе. А с Димой мы познакомились в 2005 году. И что там? А как это было-то? Ну, давайте я расскажу о себе, прежде чем к интимным подробностям знакомства. Меня зовут Дмитрий Нечаев. Если что, для тех, кто не знал, ее фамилия девичья – Целикина. Ее обзывали целкой в детстве, ну, все как положено злым детям. А благородную фамилию Нечаев она взяла, надавив на меня и женив на себе, можно так сказать. И мы об этом расскажем позже. Пока что я немного расскажу о себе, не так пространно, потому что я ценю ваше время. На данный момент сейчас 2020 год, мне 39 лет. Я жил и родился в городе Невиномыск, и 15 лет назад переехал вместе с ней в Краснодар. По специальности я инженер, я закончил энергетический техникум, и потом учился в политехе Ставропольском. Я очно обучался, и я теоретически могу работать инженером на электрических станциях, все чинить там, настраивать, быть электромонтером. В общем, нужный человек, в случае, если что-то пойдет не так. В татуаже, я думаю, на электростанциях меня приберут к рукам. Параллельно, пока я обучался, ну, я расскажу тоже, что я не из обеспеченной семьи, и параллельно, пока я обучался, я стажировался в маркетологом, маркетологом, не маркетологом, вру, я стажировался, не стажировался, работал промоутером. Это люди, которые пристают к другим людям на улице, мы приставали с дегустацией сигарет, назывался сэмплинг. Как? Сэмплинг. После того, как ты пристаешь к людям с дегустацией сигарет, ты ничего в жизни не боишься, ну, ты никому не боишься больше приставать. То есть у меня нет абсолютно блоков по общению с людьми, я могу заговорить на любую тему с любым человеком на улице и не испугаться. Поэтому это сильно помогло. Потом я работал еще и в западных компаниях в качестве торгового представителя, но не просто там торговал, а был представителем крупной западной компании на территории России. Это сильно помогло, потому что нас сильно готовили по продажам. У меня хорошие очень тренинги, связанные именно с продажами, с управлением, и огромное спасибо этим людям. И ты осознаешь это только после того, как пройдет много-много лет, и ты поймешь, как сильно они повлияли на твое формирование. Как мы познакомились? Как мы познакомились? Еще про Маринку рассказывать? Маринку волосатых жопов? Да. Мы познакомились на вечеринке, которую он организовал для того, чтобы встретился с друзьями после возвращения с армии. Вот он буквально дня 3-4 назад вернулся с армии, такой срок был. А я, получается, напросилась со своей подружкой пойти, просто не было нечего делать, и все, вот мы пошли. А он мне не понравился вообще, я ему, по-моему, тоже не понравилась, да, вообще. Единственное, я у него увидела книжки, писателя, которого я люблю очень сильно, Валентин Пикуль, и эти книжки, как раз там парочка, я их не читала, я сразу у него их прихватизировала. Давайте мою версию расскажу. Черт. Вечеринка, как все звучит, как будто там... Вечеринка. Я возвращаюсь из армии, у меня на правой ноге, правый палец у меня сломан, это армейская травма, и оказывается, в армии все застрахованы. И мне в связи с этой травмой выплатили компенсацию. Да? Да. Эта компенсация была, ну что-то там, 3 тысячи рублей, как-то так. И я, соответственно, думаю, так, я приезжаю, меня никто не ждет. Дома меня никто не ждет. Мама ушла к другому мужчине, папа алкоголик, то есть я приезжаю в никуда, но у меня есть 3 тысячи рублей. Думаю, так, но я так мечтал об этом, я, наверное, оставлю денег на подарок маме, на подарок своей тетке, которую очень люблю, и на оставшиеся гульнем. Гульнем имеется в виду, придем в кафе обычный летник, и куплю там по бутылочке пива, мы посидим с друзьями, и я попоказываю им фотографии из своей армейской юности. Я и допомню, такой, думаю, достает вот такую пачку фоток, и думаю, их смотреть надо же. Тогда не было инстаграма, камон, это было. И реально так по кругу начинает передавать и рассказывать каждому, а это тот, а тот, и такая, может, до меня этот круг не дойдет, и дошел надо было смотреть. Вот, эта девка, по-другому ее назвать не могу, у нее была вот такая большая жопа, и она очень жутко нравилась себе, при этом я смотрел на нее, понимал, ноу камон, нет. Она увидела мои книжки, взяла их, причем они были в пакете. Я иду, она говорит, о, а что у тебя в пакете? То есть она была такая, быдловатая, мадам. Я думаю, ладно, что там, книжки, думаю, ее это точно не интересует, о, книжки, дай почитать. Что-то какое-то, ну ладно, ну на, типа, ты умеешь, ну на, читай. Она взяла эти книжки, но при этом, на этом летнике, она пила за троих просто, то есть сидела, три мужика, и она пила больше нас, потому что пила на халяву. А вы, что вы понимали, официантка приносит новое пиво, а у меня деньги тают, у меня денег нет совсем. Думаю, блин, нахер она нужна? Думаю, вот, блин, пригласили. Она напросилась сама. Ладно, я не помню, то ли у меня кончились деньги, то ли кафе закрывалось. В итоге мы идем домой, и друг друга, ну, так, ну, подкалываем, прикалываем, и в таком ключе, что все, мы уже посрались, мы категорически друг другу не нравимся, и если бы ей кто-то сказал, что этот чувак станет ее мужем и отцом ее двоих детей, и трех собак, и трех собак, она бы точно не поверила. И ты бы не поверил. Да, я помню момент, когда мы идем, и что меня в ней поразило, она идет и говорит, я говорю, да все вы понтуетесь, девчонки, она говорит, да вообще не набивайте себе цену, она говорит, я вообще цену себе набиваю. Короче, мы в тот вечер посрались, можно сказать, он мне вообще не понравился, я забрала его книжки, возвращать их я не собиралась, но через несколько дней он мне начал названивать, узнал мой номер, через там вот этих всех друзей, начал названить, спрашиваю, когда книжки мне вернешь, так я думаю, фотографии смотрела, еще и книжки вернуть. У меня целая библиотека была из таких книжек, которые я брала и не возвращала, грешна. Но у меня вариантов не было, потому что я книжки очень люблю, и я за них боролся бы до конца, вот думаю, сволочь, она не терялась от меня, но брала трубки, в итоге рано или поздно я сказал, давай, отдавай, она сказала, хорошо, я гуляю с собакой, приходи и забери. Да, так было? Да, и мы пошли погулять с собакой. Мы пошли погулять, я понял, что она, в общем-то, достаточно умная особа, думаю, ну ладно, хоть не станет моей девушкой, но хотя бы с ней можно было пообщаться, будет моим друганом. Вот, и мы начали дружить, и мы дружили с тобой сколько? Ну, если я в апреле вернулся, с датами тяжко. Где-то, наверное, пару месяцев мы дружили, мы ходили, общались до 4 утра, друг другу рассказывали какие-то истории, и тут в один из моментов она решила, что я ее мечта, но мне не сказала об этом, расскажи об этом. Был момент, когда мы гуляли, короче, чтобы вы понимали, в моей жизни было два человека, с которыми я разговаривала до утра, один из них это Алибек, я с ним дружу до сих пор, их познакомила, друг с другом вот недавно, и второй это был он, когда просто ты такой уже свитает, а ты все еще с кем-то разговариваешь, и это было так волшебно, но я поняла, что он мне прям очень сильно нравится, когда он меня покорил своими мечтами, очень простыми, он мне сказал, я мечтаю жить в большом двухэтажном доме, две машины, большая семья, такой бюргер, знаете, среднестатистический, какой-нибудь немецкий бюргер, я такая, ах, хоть этот не чешет про там какие-то невероятные, несвершаемые вещи, которые, не знаю, никогда не осуществлятся. Что-то так меня это покорило, я помню. Мне она ничего не сказала. Не сказала. Да, и... Поставила галочку. Да, и... Ну, мы же были кореша. Короче, он меня позвал выбрать плавки, потому что мы собирались или ты собирался. Короче, нужны были плавки для моря. И мы с ним шастали по рынку, что-то выбирали, покупали, болтали. На секундочку. Тогда не было торговых центров вообще. Да, были рынки. Нигде не было торговых центров и все затаривались на рынке. То есть, рынок это было место, где ты приходишь. Кто-то, есть люди, которые даже на рынке ничего не покупали. Вот у нас оператор стоит. Ты покупал что-нибудь на рынке? В детстве. В детстве, да? То есть, ты был слишком маленький, да? Рынков не было уже при тебе. Нет, почему не было. Ну, ты заходишь в коморку, там прячешься за занавеской, переодеваешься, да? Да, да, да. Еще в школе, наверное. Так вот. Я захожу за занавесочку, прячусь, переодеваюсь, выхожу. Та-дам! И Лена мне сказала, что это шокировало ее больше всего. На самом деле, я думаю, что ее это покорило. Нет, я подумала, какой урод, боже мой, эти ноги перекачанные просто. Короче, он такой вот так занавесочку открывает, стоит в труселях, и я такая, боже, какой кошмар. У него ноги тяжелоатлета, не знаю, он вряд ли их вам покажет, но реально у него вот такие перекачанные квадрицепсы, вот такие икры, как будто он всю жизнь только и делал, чтобы приседал. И мы, все мои подружки, там, мои тренера ему завидуют, потому что у него ноги, как будто вот он прям вот сушился, качался, сушился, и сейчас выступать пойдет. А верх обычный, сухой был вверх, короче, такой дисбаланс был, очень, ну, пресс квадратиками, все, сухой вверх, и вот такие вот безумные ноги, как у лягушки. Боже мой, смотрите. В этот же момент на него смотрела продавщица в этом магазине с восторгом. Это же она была. В этот момент, да, в этот момент продавщица шикарная, очень пухлые, чувственные губы, прекрасная грудь. Я понимаю, что я, а я после армии, на секундочку, то есть, все это время у меня девушки нет. Естественно, я такой, хорошо, назначаю свидание продавщице. Я ему даже, по-моему, помогала, там, телефон, как взять, что-то там. Ну, да, это же мой дружбан. Я была дружбан. Ты что, дружбан, удар надо держать? Поэтому я, я просто офигел, когда она вечером, когда мы прощались уже, она прыгнула на меня целоваться. Это был позор просто. Я думаю, что, что это, как, какого, какого хрена мой дружбан лезет ко мне целоваться? Думаю, блин, ну, ладно, она же книжки любит, но потерплю, ладно, не буду ее обламывать, завтра я все скажу. Вот, как-то завтра не сложилось, Лена взяла быка за рога. Нет, ты пошел на свидание с этой телкой, а потом плевался. Расскажи об этом. Жаловался, звонил. Ну, ладно, я пошел на свидание с этой девушкой, и она оказалась непросветно тупа. А для меня самым большим афродизиаком является интеллект. И чем он выше, тем, соответственно, привлекательнее для меня женщина. Бесспорно, внешние данные тоже важны, но для продолжения общения только интеллект. Итак, девушка, если твой интеллект выше 130, пиши мне в личку. Я понял, что ладно, окей, пока мы остаемся, и мы, у нас было прекрасное приключение, мы ездили автостопом на море, и жили вообще как бомжи, ну, просто два абсолютно нищих человека. И я устроился на работу, у меня друг работал охранником в игровых автоматах, не охранником, охранником громко, наверное, сразу представили шкафа, сторожем. И он мне тоже пристроил в эти игровые автоматы, ну, пока там лето, то все. А я в это время церкви расписывала. А Лена в это время расписывала церковь, я работал сутки, соответственно, приезжал к ней в церковь тоже, мы общались. И я какое-то время продавал даже мак, то есть вот пищевой мак, который обычно используется, мне моя хозяйка, которая, собственно, владеет этим ларьком, говорит, да, ну, приходят наркоманы покупать мак, я говорю, я не буду продавать, она говорит, да, это пищевой мак, смотри, это пищевой мак. А что, есть разные сорта? Ну, там, я не знаю, может, есть опиумно содержащие, ну, это обычный мак, ничего там такого не было. Я говорю, ну, ладно, тем более, 15 лет назад было. Продаю этот мак, он стоил, что-то, вообще, копейки, там, 50 рублей, дешевле сигарет. Так ты был наркоторговцем? Да, я был драгдилером, бэйби. В итоге месяц работы, Славик заплатил 10 тысяч рублей. Ну, в общем, масштабы вы представляете, и триггером того, что я сорвался с этого места и уехал в Краснодар, была как раз таки Лена. Она мне сказала в один из моментов, какого хрена ты здесь торчишь? Собирай, ты же мечтал переехать в Краснодар. Собирай вещи и давай вали. Это очень стрессово было, очень тяжело, но она это так сказала, что у меня не было выбора. А я такая сказала, думаю, все, пиздец, уедет и все, ищи ветра в поле. Да, и в итоге я занял у мамы 15 тысяч рублей, что? И уже на этот момент я написала на куполе Лена плюс Дима, помнишь? Ровно. Ты расскажи об этом. Короче, в одной церкви, где я работала, росписи мы делали, там, куполов, леса под куполом, там, не знаю, сколько метров, десятков метров, да, высоко же там. И среди росписи я написала Лена плюс Дима, но любовь, короче, и вот все эти леса сняли, я думаю, лет через 100 там будет следующая реконструкция, и думаю, поэтому ты меня изобрал в Краснодар. Магия. Боженька, помог. Слушай, на нас ополчаться, может, нет? Нет, это городе Бога. Каждый хотел бы, чтобы под куполом церкви было написано его имя, и чтобы с энергией молящихся чуть-чуть отлетала к Богу информация о том, что им нужно. Или умри, гадина. Итак, я переехал в Краснодар и устроился на работу. Я работал менеджером по продажам в компании, которая производила, продавала рекламные материалы, и меня почему-то засунули в продажу алюмокомпозитных панелей. Вот такое новое направление было. Продавал я очень плохо, зарабатывал очень мало, у меня зарплата была 6,5 тысячи рублей, 5 из которых мы платили за квартиру, аренду. Как только я снял квартиру, это была квартира какой-то на первом этаже без балкона, мы сушили тут же на кухне вещи, однушка, старая, 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 кто-то недавно даже умер здесь, старенький. Такое ощущение, прям, старая посуда, вообще жуть. Но мы были очень счастливы, потому что я ее привез из Невиномыска, в Краснодаре она со мной, не было ни радио, ни телевизора. Радио было. Радио было. С одной волной какой-то. Не было тогда ни телевизора, ни телефонов, ни книжек, ни компьютеров, ничего. И она, как голодная собака, бедняга, ждала меня, а потом с такой радостью встречала это самое счастливое время. Книжки ходили, просили у соседей. Да, мы просили у соседей книжки. В общем, кое-как я сменил работу, потом и устроился как раз-таки региональным представителем в Рокву. Рокву, по-моему, датский производитель минеральной ваты. Строительная, короче, такая компания. И тогда мы зажили. У нас появился корпоративный автомобиль. Ну ладно, это дело совсем другое. Расскажи людям про то, кем ты устроилась и кем ты работала. Я работала дизайнером мебели. Я устроилась туда, была жутко счастлива тоже. Мне так очень нравилась эта работа. Но была я плохим работником, это уже я припоминаю. то, что мне было лень много работать, брать много заказов, много рисовать. Рисовали мы от руки вот эти проекты все, что-то там чертили. Я сейчас думаю, боже мой, это такая была дорогая мебель, безумно дорогая. И эскизы были нарисованы от руки. Просто вообще колхоз, красный пирожок. Мы жили все равно очень бедно. Мы жили в однокомнатной квартире. На последнем курсе в университете я поняла, что я беременная. Мы не особо это планировали, но я всю жизнь была против абортов. И так как я уже была замужем, тут как бы не обсуждалось. Мы родили ребенка, это была девочка. И начались, вот это был самый ужасный период в моей жизни, когда он был постоянно на работе. Я сидела дома вот с ребенком и не знаю, со скуки или просто что там, я думаю, все женщины меня поймут. Я ела плюшки, какие-то печеньки постоянно, разжирела просто до 67 килограмм. Я была в безумном каком-то отвращении к себе. Я ненавидела вот эту всю свою жизнь. Я не хотела возвращаться на ту работу, где я работала. Короче, не знаю, какой-то был прям ужасный период. Как я из него выбралась, я нашла себе хобби. Это был велосипед. Велопоездки. Я помню, когда я первый раз собиралась в Велокубани у нас в Краснодаре сообщество велосипедистов и много новичков там начали кататься на велосипеде. Вот я тоже с ними там записалась. У меня был велосипед, на котором я ездила по городу. За город я не выезжала вообще ни разу. Велосипед мой весил килограмм 25, наверное. Ты прет? Да он ужасно весил. Мой 23 весит сейчас. Такой он у тебя весь облегченный, блин, карбоновый же такой. Сколько тогда тот весил? Ну, 22. Килограмм 20, нет. Ладно. Короче, мой велосипед был ужасно тяжелый. Может, я просто была слабенькая тогда. И мы ехали с ночевкой, и он мне сказал, да ты сдохнешь под первым же кустом. Не едь, а то сдохнешься, я тебе не буду забирать. Я там закусила губу, так он мне еще, наверное, специально это сделал. на тебе, спальник возьми с собой. Это я потом поняла, что спальники у велосипедистов, они вот такого размера, они облегченные, они очень теплые. А он мне дал вот такое, как одеяло, короче, оно вот такое, вот такая байда, он меня прикрузил. Я вижу эти взгляды, когда я на вокзал приехала, чтобы ехать. Я сейчас понимаю, там какие-то мужики, парни, они так облегченные. Они бегали со мной, пытались сдать в камеру хранения. Камера хранения была закрыта, пришлось ехать с этим. И я думаю, они уже тогда поняли, что им придется частично его тащить на себе этот, потому что я не вывезу. Я сдохла еще. Короче, мы ехали на электричке в Новороссийск, из Новороссийска по серпантину, мы ехали в район Геленджика, и там по скалам, ну не по скалам, по каким-то вот этим холмам, в какую-то из щелей между Кабардинкой и Геленджиком, там было очень красиво, сосны, все такое. Но я сдохла еще в Новороссийске. То есть мы еще от вокзала не доехали до выезда из города, я поняла, что просто мои легкие сейчас вылетят из меня, у меня рожа полыхает, у меня вот так текут слезы, потому что я понимала, что реально сейчас придется лечь и умереть. Жарко было еще. И вот там был велотоварищ, я еще много лет после этого с ним каталась, Сергей Майор, он от всех отстал, ну такой возрастной мужик, ему не знаю лет сколько было, тогда 45, наверное, 47. И он меня поддерживал, возрастной мужик, он меня поддерживал, со мной разговаривал, у меня прошла вот эта вот истерика, паника, я выдохнула, он мне начал рассказывать, как правильно крутить, потому что я не умела скорости переключать, короче, это был фейл просто вообще. А мы каким-то образом доехали, я была самый счастливый человек на свете, когда вот это место стоянки, мы купаемся ночью в море, вот это все вот уже весь ужас этого дня с меня смылся, и я поняла, что я влюблена просто в велосипед, я хочу ездить, я хочу ездить так же, как эти люди, которые едут вот по такой стене вверх, я там иду, велосипед тащу следом за собой, причем мои уже разобрали все спальники какие-то люди, тащат их на себе, потому что иначе там меня бы пришлось тащить. Вот, и я подсела, я заболела, я стала очень много кататься по городу, за городом, во все поездки ездить, дошла до маразма, когда у меня уже жопа втянулась, я настолько похудела, что у меня были только вот эти квадрицепсы, не было жопы, потому что я высохла, помнишь, сколько я весила, не знаю, килограмм 50, наверное, вот такие вот ручки у меня были, и мы ездили по 200 километров по пересеченке, там, из Краснодара на море, через вот горы, или там мы ездили в Архиз на велосипедах, из Пятигорска, короче, ну, какие-то невероятные расстояния, сейчас я уже так, конечно, не проеду, но тогда я была в полном восторге от себя и от своих умений, короче, как я умею классно в любую гору въезжать, сколько десятков километров в день проехать, вот хобби меня вытащило вот из этой жопы, из этой депрессухи сиденье дома. Ну, а вот этот спальник огромный, он такой огромный, потому что я увлекался тогда ловлей карпа, это особая секта, где люди ловят большого трофейного карпа и отпускают его, она очень элитная, дорогая, но я познакомился с карповой ловлей в Краснодаре уже и познакомился с человеком, благодаря которому ничего не было бы, тоже в Краснодаре. Этого человека зовут Сергей Малеров, Сергей, если ты смотришь, привет тебе. Он живет в Ростове и он мне говорит, Дима, у тебя же жена художник, я говорю, да, короче, есть тема, у нас есть, я, может быть, сейчас привру что-нибудь, но, в общем, смысл такой, что у нас есть кабинет офис, а рядом мужик делает брови, и он себе за год купил Porsche Cayenne и строит сейчас в пригороде Ростова коттедж. Я говорю, что за брови? Говорит, ну, татуаж, он делает татуировки на лице женщинам и на этом зарабатывает вообще бабло. Я говорю, ну, как-то, ну, ладно, окей, может быть, но сразу я не поверил, потому что у меня, как у всех остальных, было заблуждение, что если что-то приносит деньги, значит, там уже делать нечего, там все уже занято. Мы начали считать, там есть разные варианты было обучения без... Нет, я помню, как ты мне сказал об этом и как я отмела это дело. Он мне примерно так же пришел, рассказал эту историю, и я вот так вот сразу сказала, нет, я не буду это делать, еще не поняв даже о чем, я думала, что это что-то, вот маникюр, вот из той же оперы. Сказала, нет. Он мне сказал, да ты сначала, прежде чем говорить, нет, ну, покопайся, посмотри, поизучай. Я засела искать информацию, форумы лопатить, везде зарегистрировалась, все, что можно, прочитала и поняла, что это вообще совсем не маникюр, педикюр, а что-то более глубокое, интересное, действительно, более сложное, и мои художественные навыки там и пригодились. Мне прям заинтересовало, вот даже вот, когда просто на моменте чтения форумов, их было два, тату-артист и ПМ-форум на тот момент, это все, что было, и о чем ты сейчас там про машинки, как, где учиться, да? Да, я говорил про выбор школы, был выбор, на самом деле, либо идти к частному преподавателю, либо в какую-то школу, а Сергей сделал выбор, он пошел в какую-то из школ, где его продали MyStyle, это машинка, которая стоила там 70 тысяч рублей. Какие ты что, 70, там уже тогда они стоили, по-моему, по 150. Я не буду врать, там какие-то были цены космические просто. Но я понял, что мы, зачем нам переплачивать, у меня была четкая ассоциация, что нас разводят, поэтому мы выбрали более-менее адекватного преподавателя, как нам тогда казалось. Опять не так. Это он сказал, Серега сказал, он сказал, не идите в школы, которые продают оборудование, ищите кого-нибудь. И я начала изучать вообще глубоко. Я начала копать форумы, я целый год сидела, прежде чем поехать учиться, и смотрела, читала, изучала. То есть я достаточно сильно теоретически подготовленная, поехала уже учиться. И да, мы выбирали, я выбирала преподавателя по его активности на форумах. То есть там не было такого, я обучаю. То есть там просто люди между собой общаются, кто-то больше всех отвечает на все вопросы, такой во все дырки, затычка. И у меня создалось ощущение, что человек много знает. я выбрала таких несколько, я всем им написала, все отказали, кроме вот... Нашей любимой, мы к ней сейчас подойдем. Да, кроме одной. И она озвучила, стоимость тогда была 50, по-моему, 5 тысяч рублей. 25, может быть, нет? 25. По-моему, 25. Нет. 5 тысяч она скинула, она бы не скинула 25,5. Я не помню. 5 тысяч она скинула. То есть там было 50 или 55 обучения, 5 или 6-дневное, четко не помню, в Санкт-Петербурге, где мы никогда не были, и, ну, как бы все совпало, мы решили ехать. И тут он мне говорит. Да, я тут ей говорю, чтобы вы понимали, денег не было на то, чтобы учиться. Мы брали кредит. Реально, мы в ВТБ взяли под 22% годовых кредит. Ей говорит, ты сейчас должна воевать за каждую копейку. Ты выбрала себе преподавателя, торгуйся. За спрос денег не берут. Спроси, готова ли она. А, нет, ты скажи, позвони, скажи, не получается приехать, есть только там 50 тысяч. Это очень неловкая ситуация. И он мне сказал, не сделаешь, не поедешь. И я такая, а что делать? Ну, и написала, она сказала, ну, ладно, приезжай. Я такая, о, ничего себе. 5 тысяч, это много было, да. А еще до этого он мне сказал тоже, ты, прежде чем я пойду брать кредит, ты должна пройти там 10 студий, вот каких-то любых салонов красоты, и ты должна минимум там у пяти заручиться тем, что они готовы тебя взять на работу, когда ты вернешься с обучения. Это был просто для меня. Для него не проблема подойти к чужим людям, что-то спросить. Для меня это всегда была проблема. И я помню, я пошла в эти салоны, просто я приходила, говорю, а кто тут хозяин? Вот это вот все. И прям вот они один за другим сказали, да, мы тебя возьмем, мы тебя возьмем. А одна сказала даже, я говорю, ну, 50 на 50, она говорит, нет, так не подходит. Давай, она говорит, тебе 60, а мне 40. Я такая, что такое? Ну, ладно, все, вот с этим я к нему пришла, он сказал, молодец, взял кредит, и мы поехали. Мы еще посчитали, я посчитал еще бизнес-план сделал. Да? Я посчитал бизнес-план, и я самый пессимистичный вариант прикинул, думаю, где-то год минимум мы будем эти 300 тысяч отбивать. Год. И то, если все пойдет хорошо. Ну, мы поехали, отучились, расскажи про своего, про своего любимого учителя. Ой, ну что, ну, впечатление было положительное, на самом деле, достаточно-таки интеллигентная женщина в возрасте, у нее там супруг бегал, учил нас немножко фотографировать вокруг, такой весь, все было. Во время обучения, вот у меня, так как у меня не было опыта другого обучения, я не знала, что хорошо, что плохо. Я помню всякие моменты, я помню, когда модель одобряла мой эскиз, и отвергала ее эскиз, но она делала по-своему, я это точно хорошо помню, потому что я все равно, так как у меня был опыт, кстати, печальный, в юности, когда я себе щипала брови, щипала-щипала, они бах и кончились, и тогда я поняла, у меня три волосинки, я подумала, ну на ногах же я брею, ноги, они растут все гуще и гуще, думаю, побрею, я также на брови свои, я их сбрила, и они не выросли, они у меня выросли, чтобы вы понимали, спустя лет, наверное, пять только, поэтому, если вдруг такая дурная идея, вам придет в голову, никогда этого не делайте. Я жила на море, я мелкими перебежками выбегала из моря, рисовала себе брови эти, потому что, ну это была жесть вообще. Я много лет рисовала на пустом месте брови, и у меня был большой опыт, набитая рука, короче, в рисовании, и на модели, там у меня получилось лучше, чем у нее, но она авторитетом поднадавила, и на модели, на меня, мы сделали как она, и более того, она мне там сделала брови, у меня есть фото, мы вот здесь его поставим, это был трэш, и полька вообще, черным цветом, чтобы вы понимали. Короче, на самом деле, преподаватель оказалась очень крайне слабой, просто из-за большой активности, то есть, не знаю, со скуки, или что, вот просто есть люди, которые не знают, но говорят, то есть, я потом думаю, когда я уже закончила обучение, и была договоренность, что там, два месяца у нас поддержка, я задаю вопрос, она мне на них отвечает, я ей задаю вопрос, она мне говорит, не беги впереди паровоза, тебе рано знать, и такая, что, как это вообще возможно? Потом, а как она сказала, я помню, этот пигмент лессировочный, но кроющий, я такая поняла, все, ей вопросы задавать нельзя, то есть, там была речь о каких-то корректорах, которые закрывают, какие-то там, что это, короче, какая-то фигня, ну, просто человек вообще не понимает, о чем говорит, то есть, она не из мира живописи, она до сих пор там где-то работает. На обучении проблем особых не было, вот я потом вспоминала, я не сделала полностью от начала до конца ни одной модели, то есть, мы немножечко вот так трогали кожу, и, ну, обучение было вообще ни о чем, причем училась я, еще одна девочка откуда-то, с Хабаровска, что ли, да, издалека, вот, и было очень все, очень слабо все, но очень так доброжелательно, мы пили чай, о чем-то разговаривали много, так вот как-то все прошло, и я бы осталась довольна, в принципе, там дальше бы сама набивала свои шишки, но проблемы начались, когда я реально вернулась назад, мы во время работы, естественно, фотографировали, во время обучения там этих моделей, и так как мне надо было первых клиентов каким-то образом привлекать, мы создали страничку ВКонтакте, и эти фотографии вставили, тут же мне прилетело гневное письмо с требованием удалить эти фотографии от нее, потому что эти якобы фотографии сделаны были на ее фотоаппарат, и я не имею права их выставлять, подумала, боже, она неадекватная, какая-то странная, сказала, в лес вот в той стороне, мне они нужны, я их делала сама, я платила за обучение, я их оставлю, более того, они были настолько трушовые, что я их удалила прям буквально потом сразу, как только свои у меня завелись фотографии, но такая, думаю, первый звоночек ненормальный, потом были вот эти какие-то невнятные объяснения, когда она мне сказала, не беги впереди паровоза, я такая, все, нахрен, я больше не хочу с ней вообще ничего иметь, а он любит помогать людям, вот у него есть эта черта, нате, нате вам мою помощь, то есть это преподаватель, ее зовут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова